МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я предлагаю прямо сейчас посвятить музыкальную композицию всем, кто нас смотрит. Кулактарыңыз әнде болсын. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок астын нәрмен келед. Сондықтан таңғы бір керемет аст мәзерін сыномыз. Арнадан алыстаманыздар. Арнадан алыстаманыз. Арнадан алыстаманыз. Арнадан алыстаманыз. Арнадан алыстаманыз. Арнадан алыстаманыз. Арнадан алыстаманыз. Табызбек, у меня к тебе такой вопрос. Ты веришь гороскопы? Вообще в целом совместимость? А ты сегодня уже успел просмотреть гороскопы? Жоқ, аль бүгінге көрген жақын, сондықтан күрметті күрмендер, бүгінгі біздің әрптестеріміз дайындаған жылды жарамалға назар аударыңыздар. Бүгінгі жылдыздар неге деген. Овен. День удачного начала любого важного дела. Не пытайтесь идти напролом. Задуманное можно реализовать другими методами или с новыми партнерами. Этот период благоприятен для духовного совершенствования и милосердия. Старайтесь не отвлекаться на пустые разговоры или второстепенные детали, иначе за мелочами не заметите главного. Телец. День благоприятен для занятий спортом и для любой физической работы. Вы будете чувствовать себя хорошо и спокойно. Однако излишнее самокопание и погруженность в свои мысли могут стать поводом к мелким ссорам с близкими людьми. Возможно, что вы вдруг захотите повидаться с тем человеком, который волновал ваше сердце в недалеком прошлом. Близнецы. День любви, прощения, покаяния. Постарайтесь завершить все начатые дела. Скоро вам предстоит напряженная работа. Вероятно, женщин-близнецов сегодня пригласят в гости. Мужчинам-близнецам противопоказано излишнее самокопание и погруженность в свои мысли. Это может стать поводом к мелким ссорам с близкими людьми. Рак. День благоприятен для занятий спортом и для любой физической работы. Вы будете чувствовать себя хорошо и спокойно. Этот день может быть отмечен новыми встречами, неожиданными знакомствами. Возможно, что вы вдруг захотите повидаться с тем человеком, который волновал ваше сердце в недалеком прошлом. Лев. Благоприятный день для начала любого важного дела. Однако не исключено, что ваша потребность в признании и поощрении начальством создаст много проблем и отрицательно скажется на авторитете. Звезды предостерегают от неожиданного препятствия в работе. Вам придется приложить максимум усилий, чтобы с честью выйти из создавшегося положения. Дева. День любви, прощения, покаяния. Этот период благоприятен для духовного совершенствования. Старайтесь не погружаться в повседневность, иначе за мелочами не заметите главного. Отдайте себя целиком любимому человеку и будете вознаграждены. Весы. Этот день может быть отмечен новыми встречами, неожиданными знакомствами. Он обещает пройти в любви и взаимопонимании. Мужчины должны уделить побольше внимания своим женщинам. Матери, жене, дочери, сестре. Однако к вечеру может вспыхнуть временная неудовлетворенность всеми вся. Скорпион. День неблагоприятный для покупок и вложения денег в крупные проекты. Не стоит брать долг и одалживать. Вероятно, ощущение одиночества. Виновата в этом ваша неспособность привязаться к кому-либо или чему-либо. Вам стоит подумать об этом. Вторую половину дня желательно посвятить семье, детям, которые нуждаются в вашей любви, отложив на время все личные дела. Стрелец. Звезды не рекомендуют сегодня начинать новые дела и пускаться в явные авантюры. Постарайтесь завершить все начатые проекты. Вероятно, гордость и оптимизм женщин-стрельцов позволят им преодолеть кризис в личных отношениях или с честью выйти из самой запутанной ситуации. Мужчинам-стрельцам противопоказана и спешка, ветренность и легкомыслие в общениях. Это может стать поводом к ссорам с близкими людьми. Козирог. День любви, прощения, покаяния. Этот период благоприятен для духовного совершенствования, вероятны неожиданные трудности в сфере профессиональной деятельности или в личной жизни. Не старайтесь действовать на пролом, вероятно, задуманное можно осуществить с помощью других людей или иной тактики. Не погружайтесь в повседневные мелочи, иначе за деревьями не заметите леса. Водолей. Благоприятный день для улучшения материального положения, путешествий, длительных поездок. Звезды обещают прибыль от напряженной работы прошлого года. Ваша решительность и порядочность в делах смогут расположить окружающих и заставить их пойти на сотрудничество. Обратите сегодня внимание на свое здоровье. Вероятно, что давние болезни напомнят о себе. Рыбы. Противоречивый двойственный день. Вероятно, что первая половина дня не принесет успеха, а возникшие обстоятельства заставят пересмотреть планы на будущее. Даже несмотря на активность многих рыб, заметных результатов ждать не приходится. Вполне может статься, что человек, от которого вы зависите, недоволен вами и негативно повлияет на ваше положение. Вторая половина дня принесет многим рыбам мир и покой. Займитесь воспитанием детей, активно участвуйте в их делах, играх и увлечениях. Рекомендуется устроить маленький домашний праздник с конкурсами и развлечениями. Ну а мы напоминаем вам, что вы смотрите прямой эфир утренней программы «Копшен-Рэнер», наш телефон 25-25-05. Прямо сейчас вы можете дозвониться к нам в студию, также написать нам в мессенджер, ватсат номер которого указан на ваших экранах. Прямо сейчас вы можете сказать «Копшен-Рэнер», «Копшен-Рэнер», «Копшен-Рэнер»? Прямо сейчас вы можете сказать «Копшен-Рэнер», «Копшен-Рэнер». Прямо сейчас вы можете сказать 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 «Копшен-Рэнер». Субтитры делал DimaTorzok 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 Они должны научиться всем ускорить. Сегодня мы должны быть очень хорошим. Программа, план, очень хорошая. Баллы, мы должны знать, как они любят техникам. Как они любят графику, как они любят, а также декоративно-плекладное. Но для них есть у них то, что они знают. Какого родственника в детстве? Какие родственники в 20-м году? В 20-м году мы учимся в детстве. Мы учимся в детстве и учимся в детстве. Мы учимся в детстве. айнара у меня к тебе вопрос такой а ты помимо рисования чем-нибудь еще увлекаешься помимо рисования я увлекаюсь теннисом 3 3 рисунки я его нарисовал да ты что она прям всю душу вложила ну конечно ты займешь гран-при если вложишь а какой у тебя любим предмет школе мой любимый предмет школе это искусство идеальный ребенок искусство он до байранда сюжет нюрде не его оди битта грейсин давайте прервем нашу беседу интересную буквально на минутку после прогноза погоды мы вернемся арнадон алсам азар и 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 Субтитры делал DimaTorzok У меня к вам вопрос такой. Насколько дети активно участвуют в таких творческих конкурсах? Детям хочется участвовать, но со временем у них немножко не хватает, поэтому они стараются больше к учебе. А это не влияет, например, на самооценку детей, что их работа оказалась хуже, нежели чем у другого ребенка? Мы, конечно, говорим, что главное участие, а место все равно как-то интересно, чтобы разнообразить свою жизнь, надо же как-то участвовать все равно в конкурсах. Тем более мы вообще в шоке от того, что мы заняли гран-при, мы даже и не мечтали, можно сказать. Я сразу сказала, Айнар, главное участие. Мы даже и не думали. Талаптыга ныржавар дейссвой? Нет. Береже, талап былса, аргарай. Уз, нэтижесен бережда, Айнар. Айчиман, тене дустарым көп ба? Мен дустарым көп. Айнар, а вот ты говорила ранее, что хочешь быть дизайнером одежды. А вот ты уже примерно думаешь, какую одежду ты будешь создавать? Нашу национальную, или это будут свадебные платья, или что-то в стиле Дольче Габбана, Шанель? Ну, не знаю, чуть, я представляю, какие будут одежды. А какие цвета тебе нравятся? Вообще какой стиль? Примерно, еще не думала? Нет, еще не думала. А в целом вот тебе, вот сейчас идет оформление дизайна, вот школьные формы. Все же единостандартно школы одеваются, как я поняла, правильно? Нет, нет. Каждая школа свой стиль, да? Вот тебе нравится, вот, как в вашей школе одевают учеников? Да, нравится. Нравится? Все аккуратно стиль. А мы с Табызбеком стильно одеты? Ну да. Ну да. Казыргы салып жатқан суреттерін ертен болашақтағы өзінің үлкен арманың ажетюге, үлкен жоу, үлкен қадам екенін белгілі. Және, сенің достарыңа не айтаредің, қандай кеңес берередің? Блин. Және, және, және. Що ты грузишь ребёнка? Алтын жанна тайм, у меня к вам вопросы. Теперь я переключаюсь на вас. Вот вы ранее говорили, что не думали, что будете педагогом. Вот как вы пришли к этому? Всё равно преподавать же сложно. Одно дело, когда ты умеешь действительно рисовать, у тебя есть талант, а другое дело, когда ты преподаешь. это получилось плавно после университет института меня сразу оставили там же работать как бы не отрываясь от стен я сразу там потому что я знаю студентов которые после меня учатся поэтому как то она была для меня как будто вот я там была и все как будто всегда я там работала мне даже коллеги говорили ты пришла как и как будто ли ты ни у кого ничего не спрашиваешь да нет как ты все знаешь это твое место а вот дистанционно например преподавать вот такой предмет сложновато нет не сложно мы проводим онлайн уроки имеется ввиду различные иметь не не урок конечно сейчас который детям но вообще мы пробовали проводили кружки проводили мастер-классы а вот например вы сразу да видите можете увидеть на прорс первого раза по рисунку или вот потому как ребенок занимается что он сможет например развиваться в этом направлении или же наоборот что все не это не его нет да да сразу можно заметить с первого дня вот мы даем задание например и видим как ребенок выполняет заинтересован ли он сразу можно определить если таланту ребенка нет приказыр каламыздағы жақсы интеллектуалды меккептеру алдынғы қатардағы меккептер осы на байвизияткерлік меккептер осы айти и лицей осы на баллардың арасында біздегі опысты конкурсторы көп өтіп тұрма? да 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 жиев өтіп тұрады бәрінек енді тұрмысауыз бәрінек қатысуға айнар бір конкурска қатысыпаса басқа опыршыларда ойямыз елкенуи вақыттарын күшкене жетпейді предлагаю продолжить нашу беседу буквально через несколько минут посмотрим нашу следующую рубрику в мире чудес, внимание на экран Әлем қызықтары Партуголия Европаның ең батыс елі, халықтың жартысын астамы екі ғана қалаға шоуыңырлаған бірі Лиссабон, екінші Порту Лиссабон астанағана емес Партуголияның ең алып қаласы, қаладағы халықсаны 550 мұн адам Қала бүгінде әлем бойынша таңдаулы тұрмысқа жайлы қалалардың 25 қатарында тұр Лиссабон, Лондондан, Және Парижден тіпті ременде қарейкен Партугол тілінде әлем бойынша 232 миллион адам сөйледекен бұл тілі тағы басқа төзелді ресімей тіл саналды Басқа одагамы атты берілген Еуропадағы ең ұзын көпір Партугол ежерінде орын асықан ұзындағы 17185 метр Партугол е 1986 жылдан бері Еуропалық одақтың құрамында келеді 1290 жылы құрылған Каимбра университеті Еуропадаға ең ескі оқу орынларының бірі Партуголеді Еуропадаға ең көне шайын кампаниясы бар Ол 1800 жылдан бері жұмыстеп кередекен, ал ең ескі кітап дүкені 1738 жылы ашылған Партугол ешек арасы 1139 жылдан бері өзгертілмеген, мұндай көрсеткіш Еуропада кезеспейді Елдегі ең таңымал спорттыры ол футбол Партуалықтар достыққа келгенде өте талғанпас кереді, бірақ өте ашық және жайдарлы қалық Әскерді қызмететі міндеттемес, алайда барлықта ауыттық қорғаныс туралы дәрістерді тұңдау керек Жыл жүру ережесі өте қатал, барлық жолаушылар қауіпстік бөлігің қолданады, және өнек жастан кіші бауларын арнайы орында қауытырғызады, медициналық қызмет өте жоғары денгейде дамыған Ну а мы продолжаем наше вещание, и я возвращаюсь к нашым гостям Алтанжана Таевна, Айнарчка, мы очень были рады приветствовать вас в нашей студии Спасибо вам большое, что пришли к нам, поделились с нами вашей радостью, мы вас поздравляем еще раз с Табызбеком, желаем творческих успехов, побольше вам талантливых учеников И тебе, Айнара, стать дизайнером одежды в будущем Прямо сейчас у вас есть возможность передать приветы близким, родным, друзям, нашим телезрителям Айнара, начинай, эфир в твоем распоряжении Айтавай Скажи, привет, папа, привет, мама Привет, папа, привет, мама Молодец Рақмет сіздерге Атаналарға рақмет Осынай бізге балларды беру отырған Айнараға рақмет Енді осылай, табыз тілейм айнара Арғартай осылай қатысып Орындар ала берсін, гран-при ала берсін Дизайнер болсын Сіздерге рақмет көп Өте көп рақмет Заринами Манамбера қара отырған Біздің Айнараң бойында толық қазақ қызына деген ұяндықпен Бір инаваттылық көркен мінез бар Әрине осы бір әдемі мінезінен айнымай өзінің армандарына жет деген Жақсы бір тілег айтықыңызге бұтыр Сіздерге келеп алтын уақыттарыңызды бөліп Біздің студиямызда бізден Осындай бір жақсы сұхбат құрғанын үшін Сіздерге көп түнгі бір ақмет Ну а мы пасле небольшой музыкальной паузы продолжим Сіздерге көп түсінде бір ғыз көрдім құрдың қызымдай Ең әдемі ең аяулым Жарқыр айды қаламның шоқ жылдозымдай Нег ояндың, нег ояндың Қайдасын қайда, жерде күнде айда Қандай мекем жайда Түсімдегі қыз Қайдасын қайда, жердеген жарайна Табамын қалайда, түсімдегі қыз Қайдасын қайда, жерде күнде айда Қандай мекем жайда, түсімдегі қыз Қайдасын қайда, жердеген жарайна Табамын қалайда, түсімдегі қыз Қайдасын қайда, жердеген жарайна Қандай мекем жайда, түсімдегі қыз Қайдасын қайда, жердеген жарайна Табамын қалайда, түсімдегі қыз Қайдасын қайда, жердеген жарайна Табамын қалайда, түсімдегі қыз Қайдасын қайда, жердеген жарайна Қайдасын қайда, жердеген жарайна Табамын қалайда, түсімдегі қыз Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова Корректор 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 А.Кулакова нужно зажечь глубоко сидящую свечку, а без того, чтобы обжечь пальцы, это никак не получается. На помощь к вам придет спагеттинка. Подожгите ее кончик и зажгите им вашу свечку. Тем, кто готовит по кулинарным книгам, будет полезен следующий лайфхак. Чтобы защитить книгу от брызг при приготовлении пищи, возьмите обычную стеклянную разделочную доску. Например, когда вы пользуетесь миксером или что-то жарите неподалеку, она примет на себя основной удар и книжка не пострадает. А следующий лайфхак о том, как быстро разрезать помидоры черри. Положите их на одну тарелку, закройте другой тарелкой, слегка надавите и разрежьте их таким вот образом острым ножом. Наши помидорки идеально разрезаны на две половинки. Таким же образом можно резать и мясо, например, чтобы сделать из него рулетики. Хотите разогреть в микроволновке сразу две тарелки, а они туда не помещаются? Существует очень простое решение проблемы. Воспользуйтесь устойчивой кружкой для того, чтобы поставить на нее вторую тарелку. Теперь можно одновременно разогревать обе тарелки. Каждый из нас наверняка задавался вопросом, почему вода из бутылки выливается так долго. Попробуйте покрутить бутылку так, чтобы образовался такой водоворот, и вода выльется намного быстрее. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok